Длина марафонской дистанции Валерий Яшин, юный воспитанник Валентина Сергеевича Панферова, чемпиона России по марафону 1944 года. Но ясно одно. Тот первый старт стал началом жизненного пути неординарного человека, с чьим именем неразрывно связаны страницы новейшей истории связи в России. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Директор холдинга «Связь. Инвест». Всех должностей и званий Валерия Яшина не перечесть. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Валерий Яшин родился 21 июня 1941 года в Ленинграде. В первый день войны. Большую ленинградскую семью матери Яшина судьба не пощадила. В первые месяцы блокады умерли от голода ее брат и отец. Вскоре пришла новая беда. В дом попала бомба. Зоя Никаноровна со своей матерью и новорожденным сыном перебрались на Петроградскую сторону, в комнату мужа. В марте 1942 года Яшинам удалось переправиться по дороге жизни на другую сторону Ладоги. Но в эвакуацию Зоя Никаноровна с сыном поехали одни. Ее мать умерла от истощения, когда они уже готовились сесть в поезд. Здесь много детей погибло, много было вывезено. И у каждого своя была стезя. Ну, наверное, то же самое выпало и мне. Осенью 1945 года вернувшийся с войны отец каким-то чудом разыскал семью и перевез в Ленинград. Ему предложили преподавательскую работу в военно-воздушной академии имени Можайского. Мать устроилась в школу рабочей молодежи на Большом проспекте Петроградской страны. Здесь же, на Петроградской, учился в школе и Валерий. Школу я закончил хорошо, но в первый год я не попал в институт. Я пошел работать монтером на телефонный узел. Вот здесь как раз и получилось так, что, с одной стороны, интерес уже был, с другой стороны, какие-то навыки уже появились. Понимание того, что я делаю и для чего все это, значит, это я уже воочию увидел и телефонную станцию, и кабели, и провода. Вряд ли даже в самых смелых фантазиях Валерий Яшин мог тогда предположить, что связь станет его профессией на всю жизнь. И более того, ему доведется дойти в отраслевой табеле о рангах до высших ступеней, стать одним из самых эффективных менеджеров в стране в наиболее динамичных, успешных отраслях современной России, информационные технологии, телекоммуникации, связь. 9 августа 1958 года стало его первым рабочим днем. Начав трудовую биографию учеником монтера таксофонной группы, Валерий Яшин через две недели получил первый разряд монтера, потом второй, третий. С первой зарплаты купил себе велосипед. Он очень пригодился ему для поездок на работу, его участок находился далеко от здания узла. Проработав год на Петроградском телефонном узле, Валерий Яшин поступил на вечернее отделение Ленинградского электротехнического института связи имени Бонч-Бруевича. В те времена брали с вечернего отделения в армию, и я ушел на 40 месяцев служить в армию. Я очень хорошо все это помню и рад этому на самом деле. Я считаю, во-первых, долг государству, каждый мужчина должен отдать, это раз. Во-вторых, это великолепная школа, и я рад, что я отслужил, и рад, что я, закончив службу, сразу поступил на дневное отделение Бонч-Бруевич. Валерий Яшин был старше всех своих сокурсников и активно включился в общественную жизнь института. Был избран секретарем факультетского комитета комсомола. Одним из самых ярких событий студенческой жизни стало для Яшина ежегодное участие в студенческих строительных отрядах. Не последнее дело было заработать. Вы знаете, я уже был взрослым человеком, и просить там у родителей какие-то деньги на костюм или на что-то, это было уже проблематично. Ну и мне неудобно было просто. Отец бы, может быть, мне и дал бы, и матушка бы поддержала все, но я не мог уже... А потом в конце института я уже женился, и поэтому как бы у меня уже дети появились. В 1968 году, после окончания института, Валерий Яшин возвращается на Петроградский узел связи, уже дипломированным специалистом. Придя на должность инженера по кабельным сетям цеха линейных сооружений, он вскоре становится старшим инженером, а затем исполняющим обязанности начальника цеха. Его цех стал одним из лучших в ленинградской телефонной сети. При нем была закончена работа по постановке больших магистральных кабелей и кабелей соединительных линий под воздушное давление. Важный перелом в размеренном подъеме по ступеням служебной лестницы ленинградской телефонной сети произошел в 1975 году. Само время позвало Валерия Николаевича вместе со старыми друзьями-целинниками на БАМ строить ленинградский город БАМа, Северобайкальск. Он работал в должности главного энергетика Треста Лен БАМ-Строй, а позднее заместителя начальника передвижной мехколонны Лен БАМ-Строй. В его обязанности входили организация электроснабжения и обеспечение энергооборудованием производственной базы поселка, строительных площадок, а также обеспечение телефонной и радиосвязи. БАМ стал прекрасным университетом жизни, дал хороший опыт работы в экстремальных условиях, когда дело нужно было начинать буквально с нуля и доводить до ума. Нам не было связь, тепло, электричество в поселке, который высадился в лес. Вот примерно такой. И было очень интересно. Надо было там и суметь достать и провода, и сами дизельные станции. Надо было все это получить. Три года я там отработал, и потом вернулся на телефонную сеть уже в качестве начальника отдела линейных сооружений. С удовольствием работал. И очень быстро, даже года не отработал, мне поступило новое предложение стать заместителем начальника телефонной сети по капитальному строительству. Чтобы представить уровень ответственности и масштабы работы человека, получившего эту должность, стоит оглянуться назад. В 70-е годы в городе ежегодно вводилось в эксплуатацию 40 тысяч телефонных номеров. А в очереди на установку телефона стояло около полумиллиона ленинградцев. Была поставлена задача больше строить. Очень жестко поставлено. Буквально было сказано, если вы не будете делать 100 тысяч номеров в год, то мы вас уволим. Ну, меня взяли в апреле на эту работу, в 79-го года. А где-то в январе-феврале следующего, в 80-го года, меня вызвали в обком и говорят, «Голубчик, ты же, так сказать, сдал только 82 тысячи номеров. А мы тебе что говорили?» Я говорю, а вы мне говорили, 100 сдал. А почему же ты не сдал? Я говорю, вы знаете что, вы меня изменили, вы меня взяли, только в конце, в самом конце апреля назначили на эту должность. Ну, люди так, прежде чем докладывать высокому начальству о том, что я не выполнил задачу, сначала решили подумать и сказать, действительно, 4 месяца ты потерял. Мы тебя вспомним на следующий год. 1992 год. Собранием трудового коллектива Валерий Яшин избирается на пост начальника ЛГТС. Приказ министра, узаконивший решение трудового коллектива об избрании, датирован 15 апреля. Я знаю, что ты человек, абсолютный профессионал, вот и дай бог, чтобы у нас побольше людей было типа Яшина. У него в душе остается вот такой задор. Вы знаете, внутренне он мальчишек лет 14. Он может всегда сказать свое мнение, высказать и эмоционально, и вербально какую-то незаверядную мысль. Я с большим пиететом отношусь к нему. Всегда люблю, с любовью вспоминаю человека, у которого жизнь была не очень легкая, но он всегда оставался и остается очень жизнерадостным человеком. 7 лет руководил Яшин одной из главных телефонных компаний страны, Питерской. Он стал проводником и соавтором решительных перемен, происходивших в те годы в отрасли. Ему пришлось непосредственно работать с новой властью северной столицы России. Анатолий Собчак, Владимир Путин, Алексей Кудрин, Герман Греф и другие. Сегодня эти имена хорошо известны не только в России, но и далеко за ее пределами. Все эти годы он надежно выполнял свою работу, свой долг перед городскими властями, перед петербуржцами, понимал задачи развития отрасли, самые современные задачи, которые сейчас, в период реформы экономических преобразований становятся. Он их понимал. То есть человек оказался современным. В качестве одной из первых своих акций новый руководитель ЛГТС упорядочил финансовые отношения между городскими узлами и головной компанией, провел приватизацию ЛГТС. В дальнейшем, в результате акционирования предприятия, акции трудового коллектива составили 18,1% уставного капитала. Каждый сотрудник, проработавший на предприятии 20-30 лет, получил по 300-500 акций. У него всегда был довольно такой спокойный подход. Я понял, что он думал, что все-таки мы справимся, все-таки мы сделаем это. Что для него не было такого понимания, что очень сложно, очень трудно, не знаем как или не справимся. Зачем? Надо сделаем. Яшин Валерий Николаевич, это, конечно, эпоха. Связь, все эти этапы реорганизации, это все легли на его плечи, и главное – это приватизация. Я тоже, как и многие директора, считался, ну, красный директор. Да, ну, уже давно, ну, во-первых, 13 лет замом, первым замом, и уже директор, значит, что такое. И вот, смотрите, у тебя вот инфляция начинается, жуткая инфляция 92-93-го годов, да, и чуть позже даже она продолжается. Ты отвечаешь за 7,5 тысяч человек. Монтеры, инженеры, абонентные отделы, и все-все-все. Удалось удержать ситуацию, удалось сохранить людей, и больше того, мы через какое-то время вот перешли к приватизации, порой не понимая, что это такое. Возглавляя компанию, Валерий Яшин приложил немало усилий для того, чтобы петербургская телефонная сеть смогла достойно встретить новые экономические реалии, не только сохранив прежний уровень качества услуг телефонной связи, но и заложив фундамент дальнейшего развития в качестве современной телекоммуникационной компании. С учетом невероятной скорости обновления технических и технологических решений в сфере телекоммуникации и, как следствие, столь же быстрого появления на рынке новых услуг связи, приоритетным направлением для ПТС стала непрерывная модернизация сети. Все вводимые в строй новые АТС оснащались только современным цифровым оборудованием. Релейные узлы АТС декадно-шаговых и координатных систем заменялись на цифровые. В это же время были внедрены новые технологии по монтажу и ремонту линейно-кабельных сооружений. Особое внимание уделялось мероприятиям, способствующим снижению эксплуатационных затрат. Самым показательным из них можно назвать внедрение автоматизированной системы сбора, обработки, анализа и хранения информации, снимаемой со счетчиков тепловой энергии. Внедрение этой системы в 1997 году позволило сэкономить более 6 миллиардов рублей. Важную роль в развитии отрасли связи в новых экономических условиях сыграла выверенная внешнеэкономическая деятельность Валерия Николаевича. В его активе целый ряд разработок, внедренных на предприятиях связи Санкт-Петербург. Так принципиально новые услуги связи реализовывались с помощью совместных предприятий именно на рынке Санкт-Петербурга. В 1991 году появилась первая в России компания мобильной связи «Дельта Телеком». Другими совместными проектами стали оператор проводной связи «Петер Стар», компания пейджинговой связи «Неда Пейджинг», санкт-петербургские таксофоны и другие. Всего с участием ЛГТС и ее наследников было образовано около 20 различных компаний связи. Один из самых важных проектов – строительство кабельного завода «Нивакабель» совместно с финской стороной. Он заработал в мае 1993 года и по себестоимости обеспечивал потребности городской телефонной сети в кабельной продукции. И сегодня завод продолжает работу, производя около 12% всего выпускаемого в России городского медного кабеля. Другое важнейшее достижение – компания северо-западной GSM – основа нынешнего «Мегафона». Огромный стержень внутри, потому что он всегда был очень последовательный. Всегда в каких-то добрых отношениях. Да, иногда Валерий Николаевич бывает эмоциональным, и, естественно, эти эмоции, они только связаны с тем, что он хочет сделать все лучше и лучше. И, конечно же, его опыт работы в телекоме, его должности и звания, которые он за это время получил, они, конечно, важны в том числе для нас, для молодого поколения. И до сих пор я считаю его своим учителем, потому что он ищет что-то новое. И это новое всегда с ним. Венцом процесса привлечения иностранных инвестиций в петербургскую связь стало создание в 1994 году холдинга «Телекоминвест», благодаря которому началось стремительное развитие новых услуг связи в северо-западном регионе. Управление телекоммуникациями вышло на новый качественный уровень. Валерий Яшин стал председателем Совета директоров «Телекоминвеста». Вскоре он возглавил Ассоциацию операторов электросвязи северо-западного региона Российской Федерации, которая занималась координацией тарифной политики, взаимодействием с местными властями, лицензионными вопросами. Связист номер один – это, в общем, покорательство строителей с большой буквы, но строитель телекоммуникаций, конструкции, так сказать, в высоких технологиях. И вот то, что было сделано в России в труднейшее время, это ведь две совершенно разных страны и две разных совершенно системы связи. То есть это, конечно, это вулкан энергии. Августовский кризис 1998 года особенно сильно ударил по компаниям реального сектора, работающим в сфере наукоемких и дорогостоящих технологий. ПТС под руководством Яшина сумела выдержать первый удар и справиться с проблемами. Антикризисная программа, разработанная в самые сжатые сроки, позволила ПТС минимизировать убытки. Мне везло с командами. И в Питере у меня очень хорошая команда была. Они многие сейчас еще работают. Я с удовольствием вспоминаю время работы с ними. В октябре 1999 года Валерий Яшин приглашается на работу в Москву и избирается генеральным директором крупнейшего в России телекоммуникационного холдинга «Связь Инвест». Как говорилось в поэме Александра Сергеевича Пушкина, как Дэнди Луннинский одет, всегда с платком в кармашке пиджака, уже это одно, так сказать, запоминается. А уж то, что сделал Валерий Николаевич для отрасли, ну, это вообще удивительно на самом деле. И он является, конечно, наиболее авторитетным в этой отрасли человеком. Валерий Николаевич возглавил «Связь Инвест» не в самое благополучное для компании время. Четкой стратегии развития холдинга не было. Управление зависимыми компаниями не отвечало требованиям момента. Действующие в отрасли тарифы откровенно сдерживали развитие дочерних операторов «Связь Инвеста», покрывая в лучшем случае половину себестоимости услуг. Над зависимыми обществами холдинга давлели долговые обязательства перед поставщиками оборудования. Западные инвесторы предпочитали иметь дело с так называемыми альтернативными операторами связи. Они не были обременены социальной нагрузкой, и их тарифы не регламентировались государством. Новый генеральный директор оперативно вошел в курс дел в компании. Генеральный директор отвечает за зарплату людям. Если он за это не отвечает, он уже не генеральный директор. Это вот мое твердое убеждение до сих пор. Второй день работы меня утвердили, совет директоров прошел. И первый мой вопрос был к финансистам нашим. Везде ли у нас порядок с заработной платой? Все ли люди вовремя получают ее? Мне сказали нет. Первое, что я сделал, я стал звонить этим руководителям электросвязи региона и спрашивать их, есть ли на самом деле деньги для этого. В большинстве случаев деньги или были, или их можно было взять краткосрочные кредиты и взять деньги на зарплату. А почему не берете? Так у нас вся область не платит. Там начинается администрация области, там не платит уже несколько месяцев. Я говорю, а деньги есть у вас? Есть. Я говорю, вы знаете что, давайте так сделаем. Если вы завтра, вот сегодня вы должны с банком договориться, а завтра, чтобы вы заплатили. Если вы этого не сделаете, послезавтра можете на работу не выходить. Будут другие люди. Под руководством Валерия Яшина в «Связь инвести» была начата кардинальная реформа, и холдинг смог превратиться из парламента телекомов в корпорацию со смысленными бизнес-задачами и стратегией их реализации. Уже к 2000 году, то есть за год его руководство компанией, улучшились все основные финансово-экономические показатели. Выплата долгов и инвестиционная программа в 2000 году были для «Связь инвеста» главными приоритетами. Несмотря на инфляционные процессы, акционерному обществу удалось удержать опережающий рост тарифных доходов перед затратами. Наметилась тенденция к снижению просроченной задолженности перед бюджетом. Заметно сократились долги поставщикам оборудования, были восстановлены инвестиционные программы. Роль Валерия Николаевича Яшина в вопросах вот этих реорганизаций, я бы сказал, была ключевая. Его богатый опыт работы на Ленинградской городской телефонной сети, где тоже проходили свои советские времена и в рыночные времена, проходили соответствующие реорганизации, ему был очень полезен. И все знали, что на вопросы «как» отвечает человек, который всю жизнь проработал в этой системе. В 2001 году под руководством Валерия Яшина началась серьезная реорганизация «Связь инвесторов». Было очевидным, что раздробленность входящих в холдинг операторов – одна из основных причин, сдерживающих их развитие. В России 89 административных регионов, и в каждом из них была своя компания электрической связи. Эффективно управлять таким большим количеством предприятий из единого центра было почти нереально. Благодаря усилиям Валерия Яшина были выработаны условия объединения, устроившие все заинтересованные стороны – государства, иностранных и российских инвесторов, менеджмент и трудовые коллективы. Начальный этап включал объединение предприятий электросвязи в рамках отдельного региона. Пробные шаги в этом направлении были сделаны еще в 2000 году, когда были объединены предприятия электросвязи и телеграфа в трех городах – Ростове, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. На тот момент создание межрегиональных компаний связи, которые в точности соответствовали федеральным округам России, явилось очень серьезной отправной точкой для роста огромного количества инвестиций, огромного количества тех новых проектов, которые быстро, как грибы, выросли на всей территории Российской Федерации. И Валерию Николаевичу посчастливилось участвовать в тех процессах, которые вписаны золотыми буквами в историю отрасли сайта. Положительный опыт внутрирегиональных объединений положил начало успешной реализации следующего этапа – создания семи межрегиональных компаний. Центр, Северо-Запад, Волга, Северный Кавказ, Урал, Сибирь, Дальний Восток. Москва, «Связинвест», развитие связи, направление развития и руководство всеми организациями, объединение связистов из 89 регионов, всем региональных компаний, плюс Ростелеком, конечно, это очень сложный этап, который он прошел. Параллельно реформировалась система корпоративного управления. В результате реорганизации значительно улучшилось качество управления компаниями, повысилась ликвидность акций и рыночная капитализация, выросла конкурентноспособность операторов связи, сократились текущие затраты, появились условия для привлечения дешевого финансирования и возможности для концентрации финансовых ресурсов на приоритетных направлениях развития связи. Под руководством Валерия Яшина компания «Связинвест» стала уделять пристальное внимание развитию таких современных услуг связи, как интернет, передача данных, мультимедиасвязь и другие. Одним из наиболее значимых проектов в области высокотехнологичных услуг явился совместный с Ростелекомом проект создания национального оператора по оказанию интернет-услуг «РТКом.ру». «Связинвест» превратился в один из крупнейших телекоммуникационных холдингов в мире. Региональные компании, входящие в группу «Связинвест», являются операторами сетей связи общего пользования, смонтированной емкостью более 35 миллионов номеров, предоставляют услуги традиционной телефонии и новые виды связи практически всему населению России. А сети дочерней компании «Ростелеком» связывают жителей страны с 211 государствами мира. Мы внедрили в Мордовии цифровое телевидение. Я попросился к нему на прием разрешить заняться этой технологией. И он поддержал меня. Это его решение, на котором он написал «Согласованно». А раз такой человек подписал, значит, он дал толчок. И сейчас 24 телевизионных канала, 4 стереопрограммы люди получают в деревне. Несмотря на то, что он был большой начальник, что он был большой директор, все-таки те встречи, в которых я принимал участие, они были насыщены таким нормальным человеческим подходом к своим сотрудникам. И это мне очень нравится. Я думаю, что он умеет слушать. Если он умеет слушать людей, я думаю, что он тоже и прислушивается. То есть он тоже и принимает мнение других людей к своему сведению, к своему размышлению. Вот это его черта характера, который, я думаю, очень характерный для него. Марафон длиною в жизнь. Этапы пути, на которых, казалось бы, не было свободной минуты, мгновения для себя, для своей семьи, для города, который дал ему жизнь. Однако это не так. Множество благотворительных проектов, возрождение церквей, музеев, спортивных традиций – все это тоже результат деятельности Валерия Николаевича Яшина. Человек высокой культуры – это такой истинный петербуржец, Ленинградец. Это человек, который олицетворял долгие годы в своем лице развитие связи в стране. Все проекты социальные, которые он делал, это и становление футбольного клуба «Зенит», который практически в 93-м году исчез практически. Этот клуб, на который играл в первом дивизионе, на который приходило по 200 человек болельщиков, которым даже стадион Петровский не давали в аренду. И вот с помощью, в том числе, Валерия Николаевича, с помощью петербургской телефона и сети, они стали первыми акционерами этого клуба. Валерий Николаевич очень много сделал для его становления. И, конечно, такие проекты, как «Дом престарелых», как инвестиции сегодня в специально-олимпийское движение, а можно называть десятки проектов благотворительного движения «Золотой пеликан». И все это было связано с Валерием Николаевичем Яшиной. От него очень многое зависело в процессе взрождения музея. Вот у Валерия Николаевича, зная коллекции, зная необходимость сохранения истории для развития будущего, он, конечно, сделал все возможное и от него зависящее, чтобы связисты всей страны помогли, собрали необходимые средства. И вот он радовался, приходя в музей, тому, что он видел вложение, видел воплощение этих средств. 2007 год. Валерий Яшин покидает связь «Инвест» и назначается руководителем дирекции по управлению активами системы «Телеком». Но это уже другая история, другой этап жизненного марафона Валерия Яшина. Спасибо-то сказали? Да, спасибо сказали. Да, спасибо, до свидания. Все свободны. Но я ничего не жалею, очень хорошо. Я так рад этому, вы не представляете себе. Потому что, с одной стороны, да, это большая работа, она тебя держит в очень больших шорох, это какой-то такой серьезный хомут, который надо тащить. И это хорошо, для мужика это то, что надо, понимаете? Но, с другой стороны, конечно, когда уже ты думаешь так, а делать надо что-то другое, то это уже для личности, которая, я таковой себя считаю, извините, да, что если я думаю так, а мне делать надо что-то другое, то для меня это уже тяжелое. Я всю жизнь старался делать то, что надо, и что я могу делать. Мама, папа, супруга, дети, внуки. Наверное, это главные слова для любого человека. Хороший семьянин, муж с ним очень-очень надежный, очень, ну, как говорят, вот как за каменной стеной, он действительно, он на себя принимает все вот какие-то неприятности, все, пытается всех оградить, за всех вот решить. Причем это не только вот лично, допустим, наших с ним семейных дел, а родные там дети, внуки, близкие, да подчас и друзья просто. Он всегда старается всем на помощь прийти и как-то так на себя переложить многие проблемы. А еще родина. Для Валерия Николаевича это Санкт-Петербург, петроградская сторона. Здесь живет его семья, здесь он родился, здесь провел детство, юность, здесь увлекся легкой атлетикой, марафонским бегом. Тот, кто хоть раз преодолел марафонскую дистанцию, будет стремиться на старт вновь и вновь. Круг за кругом. Преодолеть. И нет этому конца. Марафон опавших листьев, сезон дождей, коктейли, зима и мысли. И пусть птицы летят на юг и остаются. Марафон опавших листьев, сезон дождей, коктейли, зима и мысли. И пусть птицы летят на юг и остаются. Этот марафон забирает тепло мое из рук лета. Друг пойми, вдохни посад в поисках сна И мы построим долг из песка Я выпускаю через зубы дым На время тлеет, пока мы спим Мы, мы будем вечно молоды Марафон опавших листьев Сезон дождей, коктейлей, зима и мысли И пусть птицы летят на юге и остаются Осенью дожи Марафон опавших листьев Сезон дождей, коктейлей, зима и мысли И пусть птицы летят на юге и остаются